всем привет как я скажу ухты 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 сегодня будет обалденное видео но по крайней мере на мой вкус то что я люблю это будет отсоединение при стволовой детки весь какая она здоровая спинка листики на пеньке по возможности я сохраняю если действительно у меня получается если верхняя часть выгнивает я ее убираю и по возможности нижний уровень листиков сохраняю это как бы гарантия того что действительно высота стволика и вообще вот именно сохранение листьев позволит пробудиться меристемные почки то есть на пеньке появится детки я так думаю что на этом пеньке потенциально возможно появление еще одной детки поэтому я сейчас ни в коем случае не буду доставать пень из посадки у него хорошая корневая система и вот вы видите почему я говорю что хорошая корневая система посмотрите по состоянию детки видно что корни очень хорошо питали появившийся молодой росток поэтому сейчас я буду так сколько этой детки этой детки где-то около месяцев наверное 7 вот так очень быстро у меня появилась детка прям знаете молниеносно я сейчас постараюсь сделать для вас макросъемку настроить камеру так чтобы вы увидели максимально близко как я делаю отсоединение детки при стволовой для того чтобы найти место где это лучше сделать необходимо осмотреть орхидею и понять с какой стороны вам лучше подлезть для того чтобы не повредить растущим корням молодой детки не повредить корням которые располагаются верхней стволике в верхнем стволике растения вот от пенька идут хорошие корешочки это вот корешочки пенька которые тоже питают саму детку поэтому нужно обязательно осмотреть со всех сторон и понять вот с этой стороны вообще не вариант я сюда не смогу подлезть здесь видно где что корней много и залезть мне просто некуда будет для того чтобы отсоединить эту детку мне достаточно будет воспользоваться маникюрными ножницами не секатором потому что здесь еще нет одеревеневшая основа но она есть но она минимальна с этой основой справиться конечно вот эти вот мои помощники они у меня очень острые я специально покупала их давно давно для работы с орхидеей и смотрите я вот сейчас нашла место где это очень просто снять сделать смотрите так тут корни детки смотрите есть характерный перешеек так как же мне вот наверное вы его видите вот он беленький вот он видите как бы такой я даже не знаю как сказать коридорчик сегмент сегмент длинный сегмент на котором потом стал развиваться детка вот он кручу-верчу показать хочу вот он видите именно его я сейчас буду отсекать и вот смотрите вот как продолжение вот он как бы такой стволик длинненький да вот он виден вот он стволик и как продолжение его вот на нем детка хорошо очень видно я туда запускаю ножнички там как раз получается пространство между между пеньком и листочками так слушайте не так-то просто одеревенела достаточно плотненько но вы поняли меня да что вот именно так все у меня уже практически получилось это сделать секатор толстый туда не залезет можно так навредить так мне сейчас нужно уже фиксировать и и она сейчас попадет одной рукой неудобно я вторую подключила его так раз и она прям а хорошо прям щелкнула смотрите и сейчас по моему мне ничего не помешает ее снять корешочки по моему не успели в расти так вот этот корень вот он видите так сейчас нужно чуть подопустить чтобы вам было видно так но корень залез ой под корень пенька какой он тут хороший я сейчас выпутаю вот так все я его высвобождаю вот этот корешок тоже детки ведь какие они наполнены кстати у этой орхиде очень хорошие жирные корни теперь я беру за стволик и пытаюсь так все этом отсекла да там корешочки зацепили смешает сейчас я буду выкручивать этот цветоносик щелкнул старый корни перепелились видите мешают а ну-ка сейчас я по удаляю все вот эту сушь которая тут реально не нужна и я думаю что у меня справится у меня получится справиться корни хочу сохранить максимально конечно эти молоденькие они растущие и нежелательно чтобы они закуклились так корень снимаю это сухенький корень от пенька верхние корешочки которые подсохли в свое время подключаю секатор ну конечно значит сейчас я отсоединяю детку и я ее оставлю сохнуть местом среза на несколько часов лишь только потом в посадку так вот по моему сейчас уже получится всю сушь я убрала которая фиксировала тык-тык-тык-тык-тык-тык иди ко мне иди ко мне давай рождайся корешок смотрите он зашел в посадку но я его вытаскиваю здесь вот видно сейчас он выйдет ух какой классный ух какой классный девчонки я сама тут вся вспотела уже я представляю на том конце видео вы там тоже кулачочки держите так смотрите пошел в грунт уже какой красавец но он вышел без повреждений и вот здесь я аккуратненько да вытягиваю вот так все о лилуя боже ты мой боже ты мой смотрите очень как аккуратный срез вот он тот самый стволик на котором зародилась орхидейка зеленый стволик не поврежден я сняла детку именно в том месте где ее нужно снять видите какой чудо просто чудо это сейчас место сохнет часа три полежит потом я сюда зеленочку вот так капну и еще оставлю на пару часов на такое количество пар листиков вот такое количество корней это то что нужно конечно и я для этой детки буду делать очень хорошую стимулирующую посадку посадку которая даст хороший прирост корням ну и потом наземной части эти посадки я многократно на канале показывала и конечно же именно тот способ который имеет очень хороший эффект роста растения я буду использовать смотрите какая красавица и кстати я вам не сказала что это за красота ведь какая она крупная на уровне ладошки это уже размер куда больше чем два с половиной от азиатских производителей это орхидея офигенная красавица бабочка монте карло это как мне кажется что монте карло некоторые при цветении этой орхидеи я неоднократно показывала цветение этой орхидеи вот этой монте карло яркой темно фиолетовой красавицы девчонки ну я не знаю я когда в поисковике искала мне вот реально цветение этой орхидеи напомнила цветение стандарта монте карло все она у меня сохнет и я так нужно найти такое место где она у меня корешами своими не закуплится я кладу на салфеточку мягкую стараюсь не затирать не шаркать потому что механические повреждения кончиков растущих это закупливание так здесь от этой от этого пня я получу еще детку сто процентов я в этом полностью уверена поэтому что я делаю я сейчас под зачищу вот этот вот вот чудик вот этот замучил он у меня в наверно в 10 горшках растет я уже не знаю куда его деть к я уберу так ну что я под уберу здесь я под уберу вот эти сухенькие корешочки все и оставлю орхидею на ее месте для того чтобы она мне дальше дала детку детка будет сто процентов вот смотрите место съема ой корешок сошел но бывает ничего страшного смотрите место съема вот детки видите вот такая вот меристемная почка вышла из пазухи орхидеи когда вот повторяюсь листики сохраняются это говорит о том что поражение ствола она вот в этой области отсутствует инфицирования нет значит гарантий на появление деток намного больше нежели у пенька без листьев если пенек без листьев там может быть такое что меристемные почки инфекция тоже съела и ждать детку бесполезно в этой ситуации вот если есть у вас возможность знаете бывает не упустить время вовремя отрезать гниющую верхнюю часть верхняя часть выгнивает очень очень быстро она вот так вот и ползет туда чист не чист все равно она пропадет это единственно если высокий ствол и отрезать инфицированный инфицированную область и верхнюю часть растения расположить листьями в воду на наращивание корней то есть где в области стволика ноль корней будет вот там на наращивание можно орхидейки макушки сажать вот здесь как бы вот такая ситуация я так думаю что что-нибудь у нас конечно с уровня нижнего появится может еще в какой-то пазухе ну посмотрим время покажет что тут нам гадать так второе что важно сказать что для этих орхидей у которых усеченное количество листьев на остатке для них очень важно сократить поливы тем самым сохранить корневую систему в посадке корней на момент пропадания орхидеи было очень много эти корни они питали большие листья большую макушку верхушку и поэтому нужно сократить поливы чтобы корневая система не получила много воды и не сгнила это тоже очень важно а пропала она у меня я сама виновата так получилось орхидея была это стояла у меня на узком стеллаже где между стенками где между этими полочками маленькое расстояние и так получилось она у меня склонилась я поливала орхидеи на верхней полке и вода попала в пазухе я видела что вода попала в пазуху и забыла промокнуть ну вот увлеклась поливом понимаете и забыла промокнуть когда вот мне говорят а что вы там придумали вода в пазухе попала да и пусть да высохнет она девчонки да не высохнет вот у меня я говорю если вот у меня такое происходит я бегу бегом за промокашкой которая мне промокнет воду я знаю свои орхидеи знаю условия самое главное условия у меня нет активного движения воздуха у меня не просыхают стволики растения помытых например растений если бы я их душевала я знаю что у меня начнется гниение в середине стволов я это знаю мы это проходили поэтому я не купаю свои растения мне не сложно взять салфетку вот обычную тряпочку и протереть листочки мне не сложно все я ее ставлю на ее место и она дальше жду от нее деток как вы понимаете бабочек много не бывает поэтому я хочу дождаться еще деток кстати она у меня зимой и детку растила и цвела вот тут на цветоносе у нее правда два бутончика цветочка было но цвела долго держала их так почему вот собственно такое происходит и дитё растет и цветет потому что корневая очень хорошая растение было очень крупное но вот такое произошло ничего страшного вопрос решился так вот здесь засоленный грунт конечно паршивенький такой ой паршивенький но я ничего трогать не буду лишние какие-то мои шаги я думаю не нужны все ну что корни я даже вам показать их не могу тут видите какая старая посадка ну вот они вот они вот они жилы идут толстые жилы вот они видны здесь даже вот где-то пропавшие есть корешочки ну посмотрим и еще не промазывайте пожалуйста стволик максимом без необходимости если у вас все хорошо внизу не нужно там ничего мазать думая вдруг инфекция вниз пойдет достаточно вот здесь все максимом обработать и заблокировать инфекцию вот здесь в этом уровне все дальше все будет хорошо вот используя максим вот здесь вот да если на зеленой части все по промазать этим максимом особенно когда туда в пазухе начинают лезть а потом мне фотографии присылает и говорят ирина а детка появится я говорю вы знаете совсем не факт да стволик хороший для появления деток но максим обладает очень сильными подсушивающими свойствами и обработав ствол орхидеи максимом без надобности можно высушить все меристемные почки которые есть да они есть там бывают в глубине как бы в сердцевине самого стволика но знаете как намазать можно намазать так что даже и в глубину максим проникнет потому что у него такие знаете очень глубоко проникающие жгучие такие свойства у максима он деток прожигает насквозь маленьких неоднократно я об этом на канале рассказывала вот поэтому для взрослых растений можно использовать максим неразбавленный но если вы ждете деток от пенька оставшегося то обратите внимание что максим на зеленой части не должен быть все сегодня я детку сняла о посадке вот этой орхидейки я вам сниму отдельное видео покажу что и как буду делать все таки видео получается очень у меня длинные но это конечно и скрупулезная работа с множественными пояснениями потому что если я не буду пояснять тогда смысл снимать такие видео толку от них нет никакого сказав а не говорить б и так далее но я считаю это неправильно она у меня сохнет даже может быть до утра оставлю состояние тургора листьев прекрасно поэтому утро вечером вечера мудренее сейчас у нас уже достаточно поздний вечер поэтому я думаю что посадку этой орхидеи конечно же я вам произведу в одних из ближайших своих видео все желаю вам здоровья благополучия всего самого самого наидобрейшего думаю что видео было для вас полезным я буду очень рада если это действительно так всем пока пока и до новых встреч укоротила пень смотрите какой внутри черный видите укоротила дважды и перекрыла максимом заново все жду от нее еще малышку бабочку